У победительницы 16 сезона Битвы экстрасенсов Виктория Райдес за плечами криминальное прошлое. Об этом она сама упоминала в некоторых выпусках программы. Женщина не любит говорить о своей жизни, однако во время некоторых испытаний ей приходилось раскрывать определенные, не самые приятные подробности. Райдес отмечала, что ей светил серьезный срок, однако благодаря усилиям адвокатов удалось добиться условного наказания. О том, насколько правдивы эти сведения, судить сложно, журналистам не удалось выяснить, по какой статье судили Викторию. В 18 лет меня посадили, но к этому времени я провела уже 4 года под следствием в крестах в одной камере с людоедами и драгдилерами. За это время я сама стала авторитетом. Бывший начальник этой тюрьмы, с которым я до сих пор общаюсь, рассказывает, что на моей кровати в изоляторе никто не спит и к ней привязывают помиловки, то есть записки с просьбой о смягчении приговора от тех, кого приговорили к большому сроку заключения. Женщина-авторитет, это ужасно, ее все боятся и ненавидят одновременно, рассказывала в интервью Наталья Бантеева. Всего у победительницы девятой битвы пять судимостей. Она не боится обсуждать эту тему и охотно рассказывает о сложностях тюремной жизни в разговорах с журналистами. На проекте «Битва экстрасенсов» Юрий Оленин пытался убедить зрителей в том, что у него есть связь с космическим разумом. Он называл себя целителем, ясновидящим и основоположником школы контактеров «Святые хирурги». И если кто-то из наивных фанатов шоу в это все же поверил, то представители правоохранительных органов, выяснив, что мужчина с подельниками незаконно обогащается за счет людей, обращавшихся к нему за помощью, решили привлечь Оленина к ответственности. Мужчина получил три года колонии общего режима за мошенничество в особо крупных размерах. В 2011 году Ялтинский суд приговорил Павла Люндышева к трем годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. В тюрьме мужчина оказался из-за того, что пообещал одной женщине содействие в вопросах, связанных с недвижимостью. Он попросил даму дать ему 15 тысяч долларов для подкупа судьи. Экстрасенса задержали при получении предоплаты в размере 5 тысяч долларов. Избежать наказания магии ему почему-то не помогла. Юлий Миткевич Далёцеки пришел на битву с благородной целью – разоблачить экстрасенсов. Это у него, к сожалению, не получилось, зато парень нашел свою любовь. После проекта он начал встречаться с участницей проекта Татьяны Лариной. Однако семейная жизнь не сложилась. В 2017 году супруги развелись. Тогда же у Юлия начались проблемы с законом. Его задержали в Петербурге за хранение наркотиков. На него завели дело по статье 228 «Незаконное хранение наркотиков в значительном размере». После того, как Миткевич Далёцеки попал в тюрьму, ситуацию решила прокомментировать Татьяна Ларина. Она заявила, что предупреждала экс-супруга, что пагубное пристрастие рано или поздно сыграет с ним злую шутку. Кажется, это один из немногих случаев, когда предсказание экстрасенса сбылось. Фото Инстаграм, ВКонтакте.